Привет! Я Михаил Федорович Кулик, юрист, специалист в вопросах правового регулирования деятельности, связанной с маломерными судами. Но по совместительству руководитель, основатель школы, кормщик, мы готовим к аттестации на право управления маломерными же судами. Сегодня очень интересный вопрос. Налог на маломерное судно. Транспортный налог. И не буду рассказывать обо всех тонкостях, кто захочет прям вот последовательно узнать от и до все об этом налоге, о судебной практике, связанной с его уплатой или неуплатой. Пожалуйста, подписывайтесь на журнал «Кормщик» в Телеграм. Так и называется журнал «Кормщик». Это такой канал в Телеграм. Ссылка есть в описании к этому видео. И там через какое-то время, не очень большое, может быть неделю, может быть две, появится серия видео, связанных с налогом. Будет доступно только для подписчиков журнала. Сегодня же я отвечу на один вопрос, который возникает с периодичностью один раз в день. Ну, по крайней мере, мне прилетает в соцсетях, в комментариях на Рутюб, Ютюб. Именно этот вопрос. Почему? А вопрос звучит так. Почему у нас, ну и называется регион, навигация там 2, 3, 5, 6 месяцев, оплатим налог за год? Почему бы это не изменить? Ну и так далее, тому подобное, с вариациями. Объясню. Во-первых, сразу скажу. Это совершенно правильно и законно. Это упрощает жизнь не только налоговому органу, но и вам, дорогие мои подписчики, зрители, друзья, знакомые, так сказать, коллеги. Почему это так? Здесь надо разбираться в тонкостях законодательства. То есть, никто не пытается, и государство в том числе, как бы тут ни звучало странно, содрать с вас лишнее. А государство в лице своего федерального органа или в лице органов субъекта федерации, исполнительных органов, регулирует в зависимости от продолжительности навигации в том или ином регионе ставку этого налога. Это вот так в общем. Почему это так? Рассказываю. Ну, во-первых, давайте все-таки пробежимся немножко по нормам законодательства, чтобы было понятно. Да, вот есть такая в налоговом кодексе Российской Федерации, в части 1 статья 55. Называется она налоговый период. Это будет ключевое понятие для всего моего рассказа. Под налоговым периодом понимается календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащего уплате. То есть, если вы хотите, чтобы вам начислялся налог ежемесячно, налоговым периодом должен быть один месяц. То есть, отплавал месяц, уплатил, отплавал, уплатил. Это первое. Второе. Вы не сможете в таком случае эксплуатировать лодку в других регионах. Там надо вам, не надо, но не может законодательство учитывать каждого конкретного человека. Просто у вас есть транспортное средство. У вас есть свобода передвижения на нем, закрепленная Конституцией Российской Федерации. Вы можете по всей территории, по всей акватории, скажем так, Российской Федерации перемещаться на своем судне. И в любой момент, ну вот предположим, простой пример. Предположим, вы находитесь, давайте самый дальний край, восточный возьмем, в Якутии. И у вас есть там судно. И навигация у вас, ну условно, два с половиной месяца, пусть три. Но вы берете свою лодку и перемещаетесь чуть-чуть западнее, или точнее юго-западнее. Да, и навигация становится на два месяца длиннее. И вы там точно так же плаваете на своем судне. Но уже не выплачиваете налог. Ну, это было бы нелогично для законодательства. Дальше я еще подробнее объясню вот эту вот разницу между регионами. Сейчас давайте все-таки по основным понятиям. А в связи с этим скажу, кто такой налогоплательщик. Об этом говорит статья 357, уже второй части налогового кодекса. И налогоплательщиками налога, транспортного налога, мы уже договорились, что понятие у нас транспортный налог. Признаются лица, на которых в соответствии с законодательством России зарегистрировано транспортное средство, признаваемое объектом налогообложения. Ну, это все очевидно и просто, да. Берете лодку, вам дают доверенность, но налог платит все равно судовладелец. Ну, даже если это ваша жена, сват, брат, теща и так далее. Ну, если это жена, это из семейного бюджета деньги, если кто-то сторонний, ну, вам придется этому человеку как-то компенсировать. Ну, это все частности. На самом деле, важно понимать, что лицо, указанное в судовом билете в качестве владельца, судовладельца судна, является плательщиком этого налога. Далее, 358 статья того же налогового кодекса. Объект налогообложения. Ну, здесь вот в части маломерных судов все просто. Объектом налогообложения признаются яхты, парусные суда, катера, моторные лодки, гидроциклы. Ну, вот так написано в налоговом кодексе. Он еще не подтянул свои формулировки, свой понятийный аппарат под ныне действующие. Да, у нас уже яхты, катера, парусные суда практически неразличимы в целях государственной регистрации. Есть понятие маломирное судно, точка. Ну, а дальше уже небольшая градация на моторное судно, к которым и катера, и моторные яхты относятся, и моторные лодки, да, и так далее. Поэтому оставим это на совести законодателя. Налоговая база. Вот это очень важный момент. У нас есть налоговый период, налоговая база и ставка налога. Вот эти три условия этого уравнения определяют сумму, которую вы уплатите. Итак, налоговая база. Налоговой базой для цели налогообложения маломерных судов в соответствии со статьей 359 налогового кодекса определяется так. В отношении транспортных средств, имеющих двигатели, как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. То есть, для того, чтобы определить, платить, не платить и в какой сумме платить налог, в зависимости от того, дизельный, бензиновый, электрический, газотурбинный, водородный двигатель или двигатель на биотопливе. Такие тоже, наверное, скоро появятся. Это не имеет никакого значения. Если у маломерного судна есть двигатели, то налоговая база, то есть, первая составляющая уравнения, по которому рассчитывается сумма уплачиваемого налога, является мощность этих двигателей в лошадиных силах. И вот самое время поговорить о налоговых ставках. Напомню, налоговый период один год, мы определили. Налоговая база – это мощность двигателя в лошадиных силах. Яхтсмены, будьте любезны, постойте в сторонке, я поговорю о парусах отдельно, в отдельном видео. Ну, не обижайтесь, большинство из вас устанавливают все-таки моторы и платят на свои яхты, и платят от мощности в лошадиных силах. Поэтому налогообложение чистых парусных судов мы осветим отдельно. Итак, возвращаясь. Налоговые ставки. Налоговые ставки устанавливаются, это статья 361-я, 361-я. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, соответственно, в зависимости от мощности мотора. В расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства в следующих размерах. И далее в самом законе есть табличка. Ну, простой пример. Катера, моторные лодки, другие водные транспортные средства мощностью двигателя с каждой лошадиной силы до 100 лошадиных сил или 73,55 киловатта включительно, 10 рублей с лошадиной силой. Но не спешите радоваться по этому поводу. Да, это федеральный закон. Он над законами субъектов Российской Федерации. Но практически в большинстве регионов эта ставка выше. Ну и дальше в этой же таблице приведены остальные ставки. Например, там с мощности свыше 100 сил 20 рублей на силу. Гидроциклы с мощностью двигателя с каждой силы до 100 сил 25 рублей. Свыше 100 сил 50 рублей. И это базовые ставки, закрепленные в федеральном законе, в налоговом кодексе. Но пункт второй этой же 361 статьи говорит следующее. Налоговые ставки, указанные в пункте первым, о котором мы поговорили, это таблица. Настоящие статьи могут быть увеличены или уменьшены, но уменьшены в скобках написано, законами субъектов Российской Федерации, но не более чем в 10 раз. Ну то есть, грубо говоря, максимальная ставка за мотор до 100 сил 10 рублей базовая, но может быть увеличена в 10 раз. То есть, 100 рублей силы может быть по решению субъекта Российской Федерации. И в каждом случае, в каждом субъекте Российской Федерации есть свой собственный нормативный акт, устанавливающий эти ставки. Где и как это узнать? Все очень просто. Перейти по ссылке в описании на официальный сайт налогового ведомства Российской Федерации, сразу же попасть в калькулятор налога. Ну то есть, я вот эту ссылку прямо вот туда. Там выбрать, смотрим, год, субъект, тип транспортного средства и нажать кнопку рассчитать. Все. Мы таким образом получаем расчет своего налога на любой из годов. В зависимости даже от изменения налоговых ставок, точнее коэффициентов, применяемых в вашем конкретном субъекте Российской Федерации. Для примера, вот я показал, да, там ставки в Якутии, ставки в Краснодарском крае, ставки в Москве, ставки в Санкт-Петербурге. Они везде разнятся. Ну и теперь возвращаемся к ответу на вопрос, а почему же навигация два месяца или три или четыре оплатим за? А здесь все очень просто. Ставка есть базовая, мы с этим определились. Так вот, каждый регион, исходя из количества воды, условно так, на его территории, из продолжительности этого самого навигационного периода, исходя из того, насколько важно, нужно, и порой, как в Якутии, например, или на Чукотке, или там в Ямало-Ненецком автономном округе, насколько для жителей критически важно иметь возможность пользоваться маломерными судами. Ну, мы понимаем, в Янау или в Красноярском крае масса населенных пунктов, куда кроме как на лодке не добраться. И поверьте, там ставки ниже. Да, вопрос, насколько они адекватны реальности, это вопрос не ко мне. Это вопрос к субъекту Российской Федерации, то есть к правительству вашего региона, где вы можете его задать или инициировать, так сказать, обсуждение вопроса о снижении. Пожалуйста, это другая история. Я говорю только о законе. Да, еще забыл упомянуть, откуда налоговое ведомство берет информацию о той самой налоговой базе, то есть сколько мощности у человека есть на судне. Это статья 362, которая говорит, что порядок исчисления сумм налога и сумма авансовых платежей по налогу, она исчисляется на основании сведений органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств в соответствии с законодательством России. То есть, как только вы зарегистрировали судно, Государственная инспекция по маломерным судам, а точнее МЧС Российской Федерации передает информацию в налоговое ведомство. Ну, там какой-то зазор временной возникает, но поскольку в налоговом ведомстве становится известно о точной дате регистрации, то и начисление налога, вот по новой ставке или вообще в принципе начисление налога начнется исчисление, да, с момента, когда вы зарегистрировали судно, а не с момента, когда налоговому ведомству стало известно об этом факте. Ну, и так, вот резюмирую, все. Налоговый период один год, это удобно. Вы платите, собственно говоря, это значит только лишь одно, что вы платите налог за судно один раз в год. Не за год, не за весь год, а один раз в год. То есть, это просто технически один раз в год вы перечисляете. Второе. Исчисление налога и установление ставок повышенных или пониженных зависит от региона и регион. То есть, региональная власть учитывает продолжительность навигации и другие факторы. Недовольны этим? Ну, обращайтесь в руководящие органы региона. Но я вам рассказал, как это происходит. И, в общем-то, вопрос, почему навигация два месяца, а платим за год, он не соответствует сложившейся ситуации. Не платим мы за год при навигации два года. Мы просто платим один раз в год. Напоминаю, большое, последовательное, подробное из нескольких частей видео по налогообложению, по регистрации маломерных судов, по аттестации. То есть, такой учебный курс, курс молодого судоводителя. Или хочу все знать, чтобы меня не обманули. Через подписку в журнале «Кормщик». Да, это немножко, так сказать, давление с моей стороны. Но мне интересно, чтобы в журнале «Кормщик» было много подписчиков. Таким образом, я работаю не впустую. Я доношу свое мнение до очень широкого круга читателей и слушателей. А, соответственно, мне прилетает меньше вопросов, на которые я в журнале уже ответил. Экономлю собственное время. Ну, собственно говоря, все. Пока. Увидимся на воде. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok